здравствуйте дорогие друзья боже мой какой же невероятно тяжелый этот год 2020 я конечно в первую очередь имею ввиду пандемию которая захватила буквально весь мир кстати все время карантина я в душе благодарила мой сад потому что он помог мне скоротать карантин я собиралась путешествовать посетить для начала калифорнию еще выбирала другие интересные места в америке но карантин пригвоздил к одному месту никуда было не выехать никаких ни о каких путешествиях невозможно было даже и мечтать и вот весь карантин мы скоротали благодаря моему садику довольно неплохо я и работала и отдыхала с удовольствием в саду все-таки это любимое мое местечко на земле мой садик как хорошо что он у меня есть ну вот а а помимо пандемии в этом 2020 году для нас для жителей луизианы выдался очень плохой сезон ураганов на штат луи луизиану за время сезона ураганов в этом году обрушивалась четыре урагана и люди живущие на побережье они читать четыре раза эвакуировались то есть срывались со своего места покидали свои дома и отправлялись или в шелтеры для того чтобы пережить ураган или к родным или в гостинице в общем каждый решал для себя сам что ему делать один из ураганов имя ему было лора он случился в сентябре месяце и он достал даже нас живущих в 180 милях от побережья вообще ураган был четвертой категории обрушился на луизиану на побережье видео урагана четвертой категории по пятибалльной системе ну а нам он достался видео урагана первой категории это было впервые в моей жизни и они ничего подобного не переживала вот расскажу вам чуть-чуть об этом урагане по нашей местности он прошелся ночью я просыпалась и спала вообще очень чутко всю ночь потому что такое неизведанное чувство что это такое ураган первой категории я кстати до сих пор не знаю был ли он именно ураганом первой категории в нашей местности как предполагали метеорологи или избавил свой темп до тропического шторма это невозможно было узнать потому что электричество обрубилась как только ураган пришел на побережье вот я через окно видела как качаются макушки высоченных деревьев в моем саду как шумит ветер и для нашей местности где в основном ветра то нету это было что-то это было что-то вот а утром во первых я поняла что электричество нет и муж сказал что надо готовиться что как минимум три дня не будет электричество вот после этого обсуждения я побежала в сад посмотреть насколько же пострадал от урагана мой любимый садик очень скоро я поняла что досталось моему садику от лоры одно дерево которое я посадила когда-то своими руками она не было вырвано с корнем но наклонилась на 45 градусов выглядело ужасно я его тут же решила что не надо мне такое дерево надо с ним распрощаться и срубить под корень что мы сделали вот а два других дерева огромных природных они были поломаны ну примерно пополам то есть тоже сильно пострадали вот началась наша жизнь без электричества и оказалось что не три дня нам предстояло прожить без электричества а 6 это было ужасно и вот друзья я хочу сказать что как как я благодарна садику моему он сам-то бедный пострадал от урагана но помог мне накормить мою семью знаете что я делала я собирала все эти обвалившиеся валяющиеся на земле от урагана сучья ветки да в принципе стволы вот эти вот полом поломанные стволы это было это было это была была полноценная древесина для костра вот не благодаря этим этим сучьям и веткам я разжигала в моем саду костер и готовила самую настоящую полноценную еду кашу суп варила чай и еще один момент я вспоминаю сейчас что я была так рада и блага я была очень довольна что в моем саду есть места для отдыха где можно и посидеть и полежать а мы большую часть времени проводили в саду на улице потому что в доме было невозможно жарко и душно вот так чтобы садик и накормил меня и приютил меня на время большую часть времени мы проводили на улице вот так чему я это говорю вот за свою жизнь растения они как живые существа как люди столько стрессов переживают бедные какие-то потопы засухи нашествия вредоносных насекомых каких только стрессов они не переживают бедные и даже вот ураганы видите как а сейчас друзья с вашего позволения я прочту вам очередную свою садовую записку из прошлых лет как-то для того чтобы удовлетворить мое любопытство и чтобы почувствовать себя настоящей американкой да к тому же еще южанкой один сезон я выращивала сладкий картофель иначе батат на латыни это произносится как ипомея батата но почему ипомея причем тут ли она ипомея какое-то время я недоумевала а оказывается батат и ипомея это ближайшие родственники и оба растения являются травянистыми лианами когда я заказала по каталогу батат сорта пуэрто-рико то мне прислали укоренившиеся ростки лианы в небольшом по размеру горшочки батату нужно было отыскать солнечное место с плодородной землей специально для того чтобы увидеть как растет батат я ничего не затевала а использовала участок земли под недавно посаженными фруктовыми деревьями там дерн был уже снят почва была удобрена компостом мой расчет был на то что корни молоденьких плодовых деревьев еще небольшие кроны соответственно тоже небольшие поэтому и деревцам и батату хватит и питательных элементов и солнышка и в принципе я была права посаженные мной несколько лиан быстро пошли в рост лиана батата стелется по земле в конце концов как почвопокровное растение батат услал землю под плодовыми деревьями цветов подобные помеи не было сама лиана выглядит довольно декоративно я была очень заинтригована что происходит там под землей ведь сладкий картофель это съедобные корнеплоды формирующиеся под землей помню прекрасно свое нетерпение увидеть мой батат к тому времени я распробовала батат купленный в магазине и уже имела представление что мне примерно следует ожидать друзья в свое время я не догадалась сделать фотографии моего собственного урожая батата а ведь некоторые из вас наверное понятия не имеют как выглядит батат поэтому я решила показать вам хотя бы батат из магазина это корнеплоды большого размера увесистые такие не каждый может осилить съесть один корнеплод целиком вот смотрите я положила печенье мария рядом с бататом чтобы любой мог легко сориентироваться с размером батата вообще-то сортов батата люди вывели огромное количество едва ли не всех цветов радуги вот этот батат к примеру после очистки имеет вот такой цвет в отличие от обычного картофеля батат можно при желании есть и в сыром виде но в основном его все все же каким-то образом готовят варят запекают используют как начинку для сладкого пирога батат называемый еще как сладкий картофель при запекании в духовке выделяет сладкий сок который в процессе запекания карамелизируется это можно отчетливо увидеть судя по составу батат очень полезный и ценный пищевой продукт мне больше всего сам временем понравился вот такой способ приготовления этого самого воистину американского продукта пишут что его еще и ацтеки ели в данном случае так как батат это крупный корнеплод то его можно легко порезать на довольно крупные кубики что я и сделала затем я их отварила до полу готовности а в завершении обсыпала их листочками тимьяна и розмарина только что сорванными из собственного сада затем я еще посолила поперчила сдобрила растительным маслом и запекла в духовке после тепловой обработки батат приобретает более насыщенный цвет текстура похожа на обычный картофель но батат на мой взгляд сытнее каждый день батат нашей семье мы не едим но иногда я с удовольствием готовлю и ем батат мне удалось друзья получить хороший урожай собственноручно выращенного батата ему все у меня понравилось рос он прекрасно и отблагодарил нас вкусными корнеплодами от одной лианы получилось несколько больших корнеплодов а лиан было посажено несколько я была очень довольна собой но я поняла что места этим лианам надо много место должно быть открытое солнечное а мои плодовые деревца на следующий год уже довольно заметно подросли к тому же никакого подвального помещения для хранения урожая батата у нас не было и нет и как я уже сказала батат это необычный картофель его много не съешь поэтому я бросила эту затею с выращиванием батата но вспоминаю о своем опыте с удовольствием а теперь я расскажу вам о моем не столь успешном опыте по выращиванию еще одного неизвестного мне до приезда в соединенные штаты растения это джинджер лилия по-английски здесь в америке мы называем ее butterfly лили что в дословном переводе значит бабочковая лилия или butterfly ginger что значит бабочковая джинджер слово бабочка присутствует название этого растения из-за схожести лепестков с крыльями бабочки а слово джинджер собственно говоря означает имбирь и присутствует в американском варианте название этого растения из-за схожести корней этого растения с имбирными корнями но свойства у этих двух разных растений разные они схожи лишь внешне посадила я джинджер лилию давно в 2010 году время как-то быстро пролетело в этом году я просто ахнула что прошло уже пять лет после посадки растения в моей настольной книге по выращиванию растений для сада в нашей местности я прочитала что джинджер лилии растут в тенистых местах нашла тенистое место где лилии получают 3-4 часа солнышка с очень хорошей плодородной почвой и посадила это экзотическое растение называю его экзотическим ввиду того что она мне было абсолютно незнакомо и то что она тропическая а мы проживаем субтропиках джинджер лилия успешно раза разрослась ширину за пять лет каждый год начиная с весны отрастает из ее имбирных корней симпатичная куртина с большими зелеными листьями придавая саду тропический вид растения выглядят здоровыми но все пять лет друзья я только листья и видела вот почему я сказала что я расскажу вам они они очень успешным в своем опыте чинджер лилия не цвела ни разу сначала я думала что надо подождать чтобы она набралась сил подросла а сейчас я в недоумении пора бы мне уже увидеть ее цветы с лепестками похожими на бабочек одно время подумала что ей не хватает солнца в литературе об этом растении говоришь говорится что цветы обладают выдающимся запахом а на гавайях джинджер лилия из цветов джинджер лилии плетутся красивые веночки леи а еще джинджер лилия является официальным цветком кубы а я представьте пять лет смотрю лишь на листья столь замечательного цветка могу себе представить как я буду рада когда я наконец увижу долгожданные цветы недавно насмотрелась на цветение джинджер лилии на ютюбе в видео о частных садах расстроилась конечно это роскошное растение с необыкновенно красивыми цветами и выдающимся запахом могу добавить дорогие друзья что не увидела так и не увидела я цветов моей джинджер лилии и случилось так что на одном из садовых семинаров я поговорила с женщиной которая занималась разведением джинджер лилии и продавала их садовником я ей поведала о своей беде садовой беде о том что у меня более пяти лет уже живут в моем саду джинджер лилии растут хорошо но ни разу не не зацвели а она мне подсказала и попала в точку она меня спросила а вы обрезаете на зиму джинджер лилию я сказала да если я ее не обрежу она все равно в наших условиях после первого заморозка завянет замерзнет и завянет поэтому я ее обрезаю после этого потому что она выглядит неприглядно вот на что она мне сказал вот поэтому она у вас не будет свести то есть она цветет только в том случае как тропическое растение только в том случае если ее не обрезают а я как раз обрезаю ну друзья я особо не расстраиваюсь потому что листья этого цветка джинджер лилия они красивы и они создают такую тропить придают этим уголкам там вот там где растет эта лилия тропический вид благодаря изобилию больших красивых зеленых листьев скажем так я люблю туман он оказывает на меня какое-то магическое действие все вокруг выглядит совсем по-другому сад выглядит просто волшебным иногда благодаря туману видишь невероятно красивые картины природы чем-то напоминающий то ли батик то ли сюжет запечатленной на камне маховом агате некогда увиденный мной в эрмитаже посмотрите как хорошо смотрится розовый куст на фоне тумана вчера ночью случился первый заморозок но днем приятно пригревала солнышко и уже ничего не напоминала о ночном заморозке у меня в саду продолжают цвести розы а вот на этом снимке роза находится в приятной компании с пассифлорой сегодняшнее утро ознаменовала себя невероятно красивым рассветным небом я бесконечно счастлива что мне повезло стать очевидец и этой красоты видение это было непродолжительным краски на небе бледнели буквально на глазах а душа немела от восторга друзья я желаю вам всем испытывать подобные мгновения в саду ли на природе ли не важно пусть будут пусть они в принципе будут на этом я с вами прощаюсь сегодня желаю вам всего самого доброго приходите ко мне у меня для вас есть еще много-много всего интересного до новой встречи до новой красоты see you later on my channel bye 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 и и